В исторических клубах культивируются различные дисциплины. Среди них существенное место занимает прикладные сослезания с копьями различного средневекового вооружения. Участникам соревнований «Одинцовский рубеж-2014» предстояло пройти 11 этапов. Всего участников, которые бегут, 14 человек. В дальнейшем мы думаем, что будем привлекать больше количества народа. Сейчас мы обкатываем наши правила, обкатываем наши рубежи. Учитываем наши ошибки и дорабатываем свои недочеты. Среди этапов традиционно стрельба из лука, историческое фехтование, метание с улиц. Спортсменам предстояло показать умение обращаться с копьем и впервые в турнире использовать древнее метательное оружие – прощу. Был уверен в метании с улиц, в мишень, метании копий метательных. Но на фоне усталости от металл хуже, чем ожидалось. Неожиданно хорошо получилось прощание, когда я этого не делал в первый раз. Вышло неплохо. По результатам всех этапов руководитель клуба исторической реконструкции «Ротагост» стал лучшим среди участников. Павел отмечает, в последние три года интерес среди молодежи к историческим клубам вырос. Концепция состязаний этих построена на том, что, допустим, какой-нибудь не очень мощный воин, который проиграет в поединке, он может пройти дистанцию гораздо быстрее, чем массивный какой-то воин неповоротливый. И в разных дисциплинах набрать разное количество. Соответственно, за счет этого обойти своего соперника, который превосходит его в какой-то другой дисциплине. В этом году открытый турнир по средневековому многоборью собрал 8 клубов со всего московского региона. В планах организаторов увеличить количество участников. Ростая Магишева, Алексей Орлов, телекомпания «Денцова».